Дмитрий Андрейкин выиграл у Ливона Араньяна. Вы пытались удивить его соперника сегодня? Да, Трамповский, мой любимый дебют. Да, Трамповский это моё любимое оборудование. Дело в том, что я посмотрел, у Ливона здесь не так много оптов, поэтому я решил пойти сюда на борьбу. Я проверил, что Ливон не имеет достаточно опыт в этой оборудовании, поэтому решил пойти сюда играть. Ну, в принципе, меня второй ход черных тоже удивил. Ну, the second move of black also surprised me. Началась творческая игра. Some creative play started. Ну, я кажется, какие-то партии видел после Д5. I think I saw some games after D5. Белых небольшой перевес, а Ц5 я как-то недооценил, потому что я думал, что у меня просто пешечная структура гораздо лучше. C5 I underestimated a little bit, because I thought that I would have much better pawn structure. Но как-то так получилось, что здесь я, наверное, обязан пойти конь Ф3, потому что если я бью ферзем, то черные выводят коня с темпом, и непонятно, чего добьюсь белые всегда есть тот же мотив с переводом ферзя. If I take with a queen, then black is developing knight with a tempo, and black would always have this maneuver with queen a5, queen e5, so it's not clear what white achieved with this. So probably knight f3 is almost forced here for me. Идея в том, что черные не могут сразу разменять центр, потому что на D5 я, естественно, нахожу C5. The idea is that black cannot exchange that center immediately, because after D5 I will play C5. Ну, конечно, когда мой конь встанет на D4, у белых будет значительно лучше позиция. And of course, when my knight would go to D4, I would have much better position. When I first evaluated this position, I thought that I would have some edge, but in fact, I don't think there is something special for white here, because black, despite their bad pawn structure, would just place all the pawns on the black squares. And then the difference in the light squared bishops would come into account. 3-0 ход наверняка спорный, но мне нравится эта идея, потому что после всех разменов, когда игра пойдет, скорее всего, на ферзевом фланге, как и получилось в партии, белый король становится ближе к своим пешкам. I like this idea with long castle, because after the exchanges, and when the black pawns would come into play on the queen side, my king would be closer to the pawns. Ну, вот здесь я, наверное, допустил ошибку, я недооценил ход D6. Если бы я знал это, то я бы сначала поменял ферзей. Here I probably made a mistake, because I underestimated D6's move. If I would have known, I would play just first exchange on E5, and then play B5. Дело в том, что черные не успевают сразу разгрузиться по центру. На короде E7 я играю C5. Но мне казалось, что вот эта позиция может быть все-таки получше у белых. Then black has not enough time to clear the center, because on queen E7, I would take B6, and then I think that this position is a little bit better for white. Вот, а после D6 я как-то думал сначала, что если черные побьют D2, то это мне, естественно, на руку, потому что пешки с двойного, у меня, естественно, есть большинство на ферзевом фланге. After D6, I thought that, of course, if black would take only 5 with D1, that it's better for me, because then I would have majority on the queen side. Но дело в том, что если я играю просто, как-то начинаю развиваться, тогда черные блокируют мои пешки. But the point, if I just play somehow normally, start to develop, then black just block my pawns. Ну и такая позиция скорее в пользу черных. And such a position is probably in black's favor. The idea is to bring the bishop into play as quickly as possible, and then use the advanced pawns on the queen side. But I think here black has several ways to equality. Вот, например, можно было пойти F5, пока закрыть слона, я обязан пойти F3, взяли, 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 взяли. Ну, тут какая-то позиция, у меня, может, где-то даже будет одна лишняя пешка, но, наверное, это примерно равная позиция. And in such a position, even if I would have somewhere a pawn up, still it would be equal. Все-таки у белых слишком слабый король. White has two weak king. I think that F5 is a bad move. I thought that maybe knight... Rd4, Bb6. Oh, молодец, ok. F3. Взяли. Ah, B6 не успел, по себе. А, ну, окей, тогда у меня стало деться 5-король ЕС. And I didn't have enough time to play B6. Да, F3. И взяли. B6. Солнце 6, нет. А, ну, может быть, нет. Ok, maybe. Ну, этот я тут, в принципе, когда ходил так, собрался. When I played, I wanted to go for this one. Да, разницы нет. Так. Так. А, ну, это, наверное, примерное равенство, мне казалось. And, probably, here is more or less equal position. Да, на 4 фате можно кккд6. Play A4 or ккd6. Тут я взял ккд2. And I just blundered ккд2. Could you take exchange here? Yeah, take H5, H4. It's too slow. I don't believe in it. And... Можно ли было взять качество, но я думаю, что H5, H4 потом будет слишком медленное, так что я в это не верю. А здесь, я думаю, что у меня так же я не успеваю. Because this exchange is... I don't think I managed to stop the corner. А я не смогу остановить пешку. And... If I try and bring the king here. Если я попробую привести короля сюда. Then... I thought... I think White should start from king c3. But then R9. Yes, you should play this. It's not easy to figure out how I'm going to stop the phone. Не так просто понять, как я здесь смогу остановить пешки. And here, of course, I have this move. Здесь, конечно, у меня был такой ход. But I felt this... This looks like a draw, but... I feel that it might be slightly better for white. I feel that it looks like a match, but, возможно, it's a bit better for white. But I can also play the same, like in a3. Bc2. Bc2 and Rd2. Ah, yes. So... Leone согласился с этим вариантом. So this was a... Sort of a wonder. So this was a... So this was a sort of a wonder. I mean, taking is very risky. I mean, taking is very risky. It's possible for a person. I think that this should be bad for black. So this is generally okay, and... I think that this should be bad for black. I think that this should be bad for black. I probably should take, but it's... It's kind of unpleasant. I think that this should be bad for black. But it's kind of unpleasant. For some reason, I was only considering this. For some reason, I was only considering this. Kg7 or e7. Kg7 or e7. Kg1. And it's... It's an unclear position. And it's an unclear position. Kg7 is the correct one. Kg7 is the correct one. Kg7 is the correct one. And then I'll go Rd8. Kg7 is the correct one. Kg7 is the correct one. Yeah, so... So... Probably I should have... Taken on d1 and try to do something there, but... But... Yeah, there's... I don't know. Kg7 is the correct one. I feel like... This is not going anywhere. Kg7 is the correct one. And later on... Of course, there were... Mutual inaccuracies, I think. Kg7 is the correct one. Maybe I should not take this pawn. I got tempted. Kg7 is the correct one. Но в цикноте она меня соблазнила Тут, да? Потому что я с темпом не зашел. Нет, до всякие А, может быть Рубейт before taking Вероятно, я должен был темпом Вероятно, так и нужно было как-то играть Я не могу гарантировать, что это это дробь, но А, может быть, Рубейт Я не могу гарантировать, конечно, что это ничья Но, может быть, да, ладья по 8 хороший ход Вероятно, нужно дать еще один шаг Может быть, первый шаг Можно пешки есть Может быть, первый шаг ты не должен дать чтобы я просто беру коучи Б7 Б7 Снова Вероятно Он на земле Да Может, только контровы Сдават Может быть, что здесь будет возможность сделать кучу с х5 Но в любом случае, вероятно, белый выигрывает. Здесь, если у меня нет чего-то вроде ладея 8. Вероятно, этот ход. Но, конечно, в этом случае задача белых была бы гораздо сложнее. После ладея опять у меня нет хорошего хода. Здесь у меня было 10 секунд, так что непросто разобраться, что делать. Дмитрий, я еще хотела уточнить там момент, когда вот вы пожертвовали качество. Как вот оценивать у вас позиция на этот момент? Да, конечно, у меня близко выигранная позиция, но она и так не была очень близко выигранной. Тут, конечно, я где-то очень много ошибок сделал. Ну, наверное, Е4 первая ошибка. Ну, наверное, Е4 первая ошибка. Потому что я хотел как-то побыстрее. Ну, я вот немного смешалась. Ну, я вот немного смешалась. Ну, да, да. Эта ладья выскакивает, да? А мне казалось, Е4 первая ошибка. Вот я, может, как-то... Вот если так вернулся, ну тогда... Если я играл А4, то А4, то РД2. А вот масштаг, да. Потому что я ладья Д1 видел. О! Вот она А4, ладья Д2. Я вот ладья Д2 не видел. РД2, I didn't see. РД1, I saw. Ну, это был самый простой способ наверняка. Потому что сам по себе слон на Ц6 белых, он, конечно, гораздо сильнее черного слона. Probably this was the easiest way, because Bishop on C6 is much stronger than Black's Bishop. Yeah, anyway, this was just a... I think just a one bad move. Да, в любом случае, я думаю, что это был всего лишь один плохой ход. Есть ли вопросы? Леон, мне хочется, как бы, может, перейдись где-то рано, но нет у вас ощущения, что как-то второй круг в Лондоне и второй круг в Контрамантийский совершенно не похож для вас, как бы, первый круг в Лондоне и первый круг в Контрамантийский. Вы чувствуете, что сильно устаете или какие-то, может, другие причины, которые вот настолько различные круги получаются. Ну, Леон, я бы не хотел, чтобы перейдить твои воли, но первая круга в Контрамантийский и первая круг в Лондоне очень сильно отличаются с вторым кругом в Контрамантийский и вторым кругом в Лондоне, в предыдущем Кандидатской турнире. поэтому, почему это происходит? Вы чувствуете так сильно устал? Или какой-то причин? Я не чувствую очень устал. Это сложно сказать, потому что в этой связи я чувствую гораздо лучше, чем в Лондоне, но для какой-то причины Я не чувствую себя уставшим, сложно сказать. На самом деле, здесь я себя чувствую гораздо лучше, чем в Лондоне, но, к сожалению, уровень моей игры не столь хорош. Дмитрий, а как вы себя чувствуете к концу уже турнира? Тоже усталость? Есть ли усталость или нет? Я готов играть сколько угодно, но другое дело, что я домой просто очень хочу.